приветствую сегодня мы собрались на моем канале чтобы обсудить очень важное событие которое произошло в области инфраструктурного бима вышла третья версия стандарта бим стандарт для инфраструктуры от компании автодеск и мы собрались здесь чтобы обсудить как создавался стандарт что он из себя представляет услышать авторские комментарии скажем так тему и понять как им пользоваться что он вообще себя представляет потому что далеко не всегда правильно его воспринимают его воспринимают чуть ли не как дословный снип гост и тому подобные нет это нечто гораздо больше и гораздо более полезно если смотреть на текущее положение с нормативкой по биму в россии итак мы собрались здесь кто собрался кто будет обсуждать это непосредственно авторы и организаторы написания данного стандарта это алла землянская привет михаил зобнин добрый вечер и ребята которые сейчас находятся за кадром но которые тоже важны для этого стандарта это валентина бондарева александр панкин и сергей кириакиди эти ребята много сделали для того чтобы этот стандарт обновился и скажем так вырос в технической точки зрения но сейчас мы пройдемся пока по истории и по общей организационной части данного стандарта итак алла давай начнем с тебя во первых представь все меня зовут алла землянская я технический эксперт по направлению инфраструктура работаю московском представительстве компании автодеск с 2018 года эту роль исполняю почетную рада снова оказаться у тебя в эфире да это была одни из первых у кого я брал интервью и это как раз совпало по моему с да 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 это совпадение мне кажется но главное что ты рассказал тут чего мы очень хотели услышать в тот момент итак алла зачем мы создавали новую версию стандарта вот если кратко говорить о причинах то просто старая устарела предыдущая версия выпущенная в 2017 году и имевшая большое значение для рынка тогда по прошествии стольких лет она потеряла актуальность это естественное свойство любых документов в любых наверное процедур и стандартов и те вещи которые были в во второй редакции описаны они нуждались в обновлении и сейчас правильное время для того чтобы такое обновление выпустить поменялась нормативка очень сильно мы совсем она появилась она появилась и изменила ну ландшафт скажем так вообще этого плана поменялись технологии там пять лет назад некоторые вещи просто были недоступны изменился уровень осознанности и готовности к внедрению бим среди компаний ну и плюс как бы по совокупности всех этих факторов немаловажную роль играет как активная роль государства в процессах внедрения и популяризации бим выход всем известного постановления который прям таким катализатором послужил для очень многих ну и вот совокупность всех этих факторов нам в общем привела к тому что мысль как как идея высказанная саши панькиным на одной из встреч клуба бим лидеров в прошлом году по или уже это наверное был позапрошлый год когда эта идея вообще появилась и вот мы в конце прошлого года к ней подошли с тем что готовые к реализации собрались эксперты с идеями что можно тогда внести нового тогда мы давай подключим михаила к разговору михаил то есть мы сейчас не у нас не строго кто-то один что-то отвечает то есть это можно влазить в разговор скажем так и добавлять нужные нужную информацию расскажи почему именно стандарт получился таким вот каким он получился пока люди далеко не все я думаю его получили в руки кстати он доступен сейчас на сайте ну вот на тот момент когда мы записываем он уже опубликован то есть есть публичная ссылка но пока мы не подготовили такую красивую страницу скопа ссылку в описании сможем сможем отлично тогда ссылка будет в описании вы увидите уже сможете скачать поработать и возможно к тому времени когда все будет готово и вы когда смотрите уже сейчас эту запись уже есть и красивые страницы где содержащие все нужную информацию просто одна ссылка на документ но я бы хотел наверное алу дополнить что в принципе не сказать что старый стандарт вот полностью устарел потому что много из того что на самом деле мы писали мы не стали как бы повторять в этом стандарте потому что на самом деле многое из того что было описано в принципе осталось актуальным достаточно например тот же блок по геологии который был он в общем не поменялся да вообще как бы не сильно изменился но тем не менее действительно перемен достаточно много потому что во первых появились требования появился действительно опыт у людей которые начали создавать информационные модели и как бы аппетит приходит во время еды народ захотел больше от моделей да соответственно вот как как раз добавить атрибуты как получить перед перенести с одной стадии там на следующую да опять же всегда говорили о том что бимы они там именно на стадии проектирования присутствуют да вот а сейчас появились вопросы как это перенести на стадию строительства что делать с эксплуатацией соответственно эти вопросы возникают надо попытаться дать на них ответ что мы в общем в своем стандарте попытались сделать давайте сейчас мы прежде чем перейдем содержать на части стандарта поговорим об истории как он появился то есть ты михаил две версии стандарта писал алла ты у нас нет я не участвовал в предыдущих редакциях в работе над ними но только и даже как рецензент нет но я была в числе первых кто получал эти стандарты но вот так чтобы мое имя где-то там значилось на предыдущих документах нет это я здесь новичок это вот вы как раз игорь ветеран да я получается ветеран я с первой версии самой позорной версии но он просто непонятно было что писать вот честно то есть куда что тыкаться это уже сейчас высоты вот этого опыта оглядываясь назад мы-то можем какие-то оценки да а в то время это был ну революционным нельзя назвать но скажем так ну реально важный документ для отрасли потому что действительно было непонятно как это в каком году кстати было в пятнадцатом году наверное первые одна из самых кстати удачных версий кантри кита была тоже для севера тоже в пятнадцатого года портом прожила еще очень долго и до сих пор ее любят а кстати я сейчас улыбнулась потому что заметил еще один такой признак того насколько зрелая стала отрасль по сравнению с теми временами миша сейчас упомянул бимы это сленг это то есть отрасль настолько уже зрелые взрослые что уже свои появляются свой сленг профессиональный появляется но этот слон привнесен из государственных организаций различных потому что специалисты по биму такого не говорят а на уровне государства почему-то везде пошли бимы да и я просто к тому что мог ли ты начиная работу на первый редактор получил эту работу получил это задание и начал думать о том как это могло бы быть как это может выглядеть думал ли ты чтобы что ну там вообще появится какой-то слова паразиты в этой сфере да и от бимов и теперь я уже сам отделаться не могу хотя ненавижу это слово давайте небольшая то есть экскурс да вот так у нас был версия вторая версия кстати довольно хорошая получилась она по сути давайте сейчас можем переходить к содержанию третьей версии принципиально ничего не поменялось насколько вот я для себя оценил как у вас но на самом деле структуру третьей версии во многом она базировалась как раз именно второй и собственно говоря первоначально именно заданием было вот которое перед нами ставила это задача обновление стандарта то есть не так что мы переписываем начинаем как бы все с нуля а именно базируемся на том что было до этого сделано и улучшаем соответствии с текущими как бы требованиями так и есть да действительно мы собираясь с командой об этом именно и говорили что позиционируем сейчас работу как актуализацию как обновление задачи написать нечто кардинально новое не стояло потому что все мы понимаем ценность этого документа и ну я имею ввиду вот вторую редакцию и хотели сохранить то что было сделано добавив туда объективно важные новые вещи кстати за грамотное скажем так содержание второго стандарта которое перешло в третье нужно сказать отдельное спасибо компании конкуратор марине короле и сергею бенклиану как главному автору редактору скажем так вот они очень много для этого сделали эти имена вписаны в историю скрижали так и есть так и есть да то есть мы с всем уважением отнеслись к работе которая уже была проделана мы не хотели ее перечеркивать это было не нужно целесообразно мы взяли эти практики и дополнили актуализировали на правильно так вот сказать но и хорошая да как бы структура именно была выбрана вот в свое время в принципе стандарт разделен как раз на две наверное основные части одна касается как бы общего подхода да вот там и по терминологии и по каким-то принципам работы да вот и вторая часть это собственно говоря как все это воплотить инструментами автодеск именно практическая часть да мы в предисловии к стандарту именно об этом и говорится что есть вендор независимая платформа независимая часть где излагаются общие принципы того как подходить к процессу внедрения бим во второй части мы с уже накопившимся опытом объясняем как мы это предлагаем делать на базе решения автодеск я бы предложил тут наверное как раз вот коснуться того острого момента который у нас в самом начале когда мы начинали работу над стандартом был что же туда писать как раз вот в эту общую часть потому что с одной стороны появилась нормативка да вроде государство уже пишет что от нас хочет что видит что должно правильно входить в информационную модель да вот а с другой стороны как бы есть опыт создания информационных моделей которые у нас уже есть да вот что как раз вкладывать в эту первую часть мы долго спорили следовать ли духу нормативки или поступить как-то иначе в итоге что у нас получилось как можно охарактеризовать я бы охарактеризовала как такое здравое отношение к тому что делается но все же мы опирались на опыт практически имеющийся у экспертов у бим лидеров у внедренцев не обидно тебе так если не обидно мы же договорились сленг использовали то есть это практика это сложившаяся практика она дает результаты именно это мы хотели отразить стандарте при том что ну ты об этом сказал в начале и я еще раз подтвержу и акцентирую мысль на том что хоть мы и называем этот документ стандартом по сути он является руководством вот это как раз следующая тема которую хотела озвучить практики почему этот стандарт не стандарт ну потому что стандарта обычном понимании это некий регламент устанавливающий правила ну так мы воспринимаем что по стандарту это значит по установленным правилам этот у документа есть под заголовок что это руководство по информационному моделированию соответственно мы в него вкладывали точнее даже не мы а авторы предыдущая команда вкладывает в него именно такой смысл дать компаниям которые переходят к бим руководство к действию если такой гайд гайд да те документы которые мы выпустили на русском языке и перевели на английском такие на английский такие тоже есть они как раз называются гайд бим гайд и внутри у нас проходит это все именно под таким именем бим гайд но это именно то вот что в принципе нужно рынку то есть я неоднократно приводил на различных заседаниях касаемых нормативного творчества в россии о том что отрасль это не нужны вот огромные там верхние уровни гост они конечно нужны правильные но сейчас именно в пожарной ситуации с постановлением 331 отрасли людям и прежде всего государственного заказчика нужно просто вот четкая инструкция бим это вот это это чтобы получить это действуйте вот так вот так вот так использовать вот это вот это можете использовать вот это и получить то да то вот мы это и написали в меру своих возможностей так понимаю то есть чуть кстати вот вопрос о размерах текущий у нас получился в 200 страниц правильно например надо 220 а предыдущие 180 где-то так я так понимаю можно было сделать сильно больше ну можно было но мы решили все-таки соблюдать рамки разумного почему вот так ну во первых можно было больше информации людям дать нет ну во первых можно было наверное может быть включить и какие-то части которые были во втором во второй версии стандарта да но мы не хотели как бы повторяться и просто их там копировать с незначительными обновлениями здесь данном случае наверное можно просто сделать отсылку ко второй версии стандарт то есть можно их наверное рассматривать как двухтомник такой своеобразный да я вообще в ходе работы на нашей нашей коллектив авторов да и я на протяжении работы все время голосовала за то что так давайте это мы уберем вынесем в отдельное руководство вот этот блок надо убрать потому что он большой ну то есть меня еще останавливали коллеги от того чтобы какие-то вещи сохранить вот я считаю оптимальный получился по объему материал ну и в конце концов нужно что-нибудь для четвертой версии оставить ну кстати я это мое мнение сейчас да но мое персональное не отражает мнение нашего коллектива и мнение компании да я думала когда в целом размышляла о вот истории с этими стандартами как-то готовилась обдумывала всю эту историю вот мне кажется что этот стандарт финальный ну почему объясню почему это вот мое мнение с ним можно поспорить и может быть будет интересно даже это но я считаю что отрасль так развивается и настолько зрелой становится что последующие редакции они не не будут иметь такого большого значения как предыдущие потому что этот шаблон это руководство мы предлагаем как шаблон мы предлагаем чтобы его компании брали смотрели как это работает у лидеров смотрели как это работает других компаниях и создавали что-то свое но это неизбежно да потому что все очень сильно зависит от процессов принятых рабочих процессов сложившихся практик и соответственно чем больше тем более зрелым становятся участники рынка тем меньше они потребности испытывают в такого рода документах вот то есть мне кажется что дело делая кратким да почему я думаю что это будет последний потому что я думаю что следующий будет не нужен либо мы в другом виде либо он будет в другом виде да возможно скорее всего о чем-то да другом потому что на самом деле уже даже вот когда мы отдавали этот документ на рецензирование кстати говоря ты упоминал именно коллектив авторов а я бы на самом деле упомянул рецензентов которые да много достаточно ценных замечаний внесли вот в принципе многие да излагали что вообще может быть вот уже текущей редакции можно было бы применить несколько другой подход отличный от того который мы использовали вот и возможно действительно следующий какой то документ уже получится сильно переосмысленным да 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 я работаю над своей частью по бепу уже понимал что в принципе те вещи которые закладываю они немного устарели ну как я считаю то есть принципе они еще используются и будут использоваться там несколько лет но в будущем уже будут по-другому работать но я об этом расскажу когда будем говорить об бепе мне вот интересно сколько людей которые сейчас смотрят трансляцию не видели вторую редакцию вот мне кажется их будет больше чем те кто видел большая часть еще не знает да я думаю что большая часть людей которые посмотрят на конкретно этот выпуск они не не читали вторую отметьте пожалуйста в комментариях кто кто не видел вторую версию если такие люди вот мне кажется что это неплохо не хорошо просто не хорошо это просто пока пока покажет состояние дел и я готов поспорить стал и по этому поводу я как раз выступлю наверное на другой стороне потому что мне кажется что я встречал кучу документов вот технические задания которые получаешь вот там наших заказчиков где как раз были ссылки на вторую версию этого стандарта он очень часто как бы брался за основу и мне кажется его много кто прочитал это так и это очень приятно слышать на самом деле это еще раз мои слова подтверждают о том что работа проделанная была очень цена действительно мы приходим на встречу с заказчиком а у них на столе распечатанный ну либо прямо распечатанный этот документ там с нашей обложкой в том виде в каком он опубликован на сайте либо мы действительно встречаем в тех заданиях оттуда фразы кусками и тем не менее вот среди тех кто как бы среди вот может быть аудитории твоего канала вот мне почему-то кажется что людей которые сейчас начинают этим интересоваться и третья редакция будет первой которую они увидят их больше окей я не знаю как это проверить как пишет 8 мы да посмотрим на лайки потому или по той или иной версии давайте продолжим разговор уже непосредственно о текстовой части там то что прежде всего требовалось поменять это как поменялся софт то есть по вендор зависимой части то тут часть за которую нас ненавидят многие что типа вот вы проталкиваете интерес иностранного программного обеспечения но тем не менее ну а как по-другому то работать не все наше к сожалению может уйти пока по вендорной зависимой части что там нового да я считаю что это важные изменения которые были сделаны они прям накапливались и назревали часть продуктов поменяла свои названия как всегда по старой доброй традиции автодеска сколько я работаю с автодеском вот постоянно меняется все так ну это такое внешнее очень изменение но она просто показывает что технологии на месте не стоят а ну там название продуктов это и их бейджики и цвета это то что там в первую очередь меняется сразу видно появились новые рабочие процессы по вот такой кроссплатформенности появились новые команды функции новые объекты которых просто не было в тех версиях на которых писался предыдущий стандарт я могу несколько примеров привести но тут наверное не так важны и конкретные функции потому что ну там это все описано в документе и опять же да если принять мою 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 уверенность в том что очень для многих третий именно эта версия будет первой которую они читают соответственно текущие версии этих продуктов они будут для них первые то есть есть куча людей которые не видели civil 3d 2015 ну не видели его они позже включились в эту игру и соответственно сейчас имеют роль с brevit там с сивилом с инфра ворксом вот текущих версий и конечно давать им документ который ссылается на старые на предыдущие версии это ну вот это ситуация которую можно было поправить это одна из причин почему стандарт актуализируется вот ну из таких примеров можно отметить появление такого объекта как мосты в сивиле но его раньше просто не было сейчас он есть есть такой такая сущность и в ревите тоже в ревите не было элементов отражающих инфраструктурные объекты сейчас есть civil с инфра ворксом хоть и задумывались всегда сладкой парочкой но не всегда и до сих пор там есть не все сладко по конвертации туда-обратно но тем не менее несравнимая ситуация с предыдущими релизами сейчас гораздо больше более высокая степень интеграции там публикация поверхностей через проект в бим 360 либо of the s construction cloud из сивила в ревит ну просто не было такого про рабочего процесса и вот ну таких такие вещи да они отражение в новой версии нашли но я бы еще если касаться да как раз софта то раньше не было еще и приложение динамо да не знаю каждый раз как правильно произносили да но это на самом деле очень существенный момент потому что да да за счет этого инструмента просто огромный пласт автоматизации родился за последние два года создание ведомости там адаптация что угодно решение да то есть это то есть то что чем пользовались как раз раньше в ревите да сейчас появился вот этот вот инструмент который позволяет в общем-то огромной гибкость да в общем-то реализовать вот и здесь да следующий момент это вот как раз использование ревита достаточно плотно у нас стандарте описано именно по отношению к искусственным сооружениям тоже чего не было раньше вот изложены вот как раз подходы как это использовать и вот благодаря валентине татьяне которая участвовала в создании стандарта огромное спасибо они свой опыт поместили в этот документ надеюсь он окажется очень полезным и многие смогут его использовать да да это очень у нас гораздо больше здесь в этой версии именно если бы ты посмотрел на вторую версию то там рекомендации по работе в ревит умещаются на одну страницу да да но я с удивлением сама это обнаружила ну просто на тот момент людей которые могли бы полноценно написать и ну они были да но там им кто тоже не хватало полноценного опыта чтобы это все описать тут важно еще вещь что опыт он должен не просто то есть это не просто какой-то первый опыт на это опыт прошедший не один проект то есть он это я бы сказал проверенный опыт я бы еще наверное вот как раз если говорить об отличиях фактически первая вторая версия она базировалась именно на использовании civil 3d здесь это более комплексный подход и ревит инфра воркс и civil и навис воркс потому что фактически там вот во второй версии стандарта я как раз тогда писал нависовскую часть в принципе там были описаны общие подходы там по сборке по извлечению там атрибутивной информации и честно скажу вот в этой версии мы как раз достаточно полно описали а как из нависа получать количественные характеристики как подготовить фактически данные из нависа для того чтобы можно было выгрузить в какой-нибудь excel чтобы получить ведомости вот на самом деле я с удовольствием некоторые вещи там открыл и впервые для себя опять же спасибо как бы авторам которые участвовали в нашем коллективе потому что некоторые моменты ну я сам например не знал как это сделать вот с удовольствием да есть тоже появляются полезные вещи которые черпаешь круто что ты нашел людей которые знают это да михаил у нас был главным организатором руководителем проекта скажем так который все это тащил на себе ну на самом деле с такой командой работать приятно потому что не наверное удалось такой dream team собрать как бы из авторов этого стандарта поэтому огромное спасибо на все ну давай по такой еще общей штуке к пройдемся корреляться с нормативной базы и вообще по нормативной текущей базе вот как мы можем написать например этот бим стандарт сейчас да он года на три точно а через три года нормативка в россии будет принципиально другая хотелось бы верить она будет отличаться она будет отличаться тут выхода нету да на самом деле это вопрос конечно очень непростой почему я вот как раз и затронул когда мы выбирали следует ли духу нормативки текущей или все-таки предлагать какие-то подходы основываясь на нашем опыте а вот потому что до нормативки не все пока гладко те кто детально ее читал наверное вот сергей чуть попозже расскажет насколько он на самом деле колоссальный труд проделал анализируя вот текущей текущую нормативную базу мы все-таки старались в эту вот нормативку так глубоко не нырнуть а предложить именно подходы к тому а как ее соблюдать как наполнить атрибутийной информации те объекты которые вы создаете как это можно сделать там в civil 3d может быть там применить какие-то там те же самые динамовские скрипты как из ревита получить эти данные а потому что есть стандарт ревитовский да там описано вот использование файлов общих параметров там и так далее да и в принципе для тех кто занимается инфраструктурой эта информация может быть немножко такая непривычная надо как-то все это вместе объединить связать постарались это нашем стандарте уместить именно подходы а не то что вот четко нужно получить тот или иной набор параметров потому что как последнее время выработался такой термин безлюдные технологии бесчеловечные потому что там в текущей нормативке допустим по косы да там предполагается что фактически там не нормальные как бы термина используется такой не человека читаемый код куда нужно что-то записать попробуйте соответственно человека творческого в такие коды что-то заставить записать очень трудно это сделать как-то это автоматизировать найти к этому отдельный подход сейчас мы переходим уже к опыту конкретному на скажем так теме кто своими руками на делал многочисленные модели и уже внес свой опыт в этот стандарт и для рассказа о технических деталях стандарта у нас заменилась команда валентина здравствуйте и александр да всем привет вот ведь ребята отвечали за техническую часть что у нас написано стандарте как правильно создавать модели как правильно проектировать и получать необходимую информацию из этой модели вот начнем мы с александра александр представься да зовут меня панкин александр очень рад что игорь нас пригласил и мы имеем возможность представиться пообщаться по поводу стандарта представить публике наверное может показаться странным сейчас я именно к инфраструктуре отношения практически не имея либо она очень отдаленно должность моя руководитель управления информационного моделирования в группе компании самолет ранее я работал в другой компании компании гравион групп и там у нас были большие сложные проекты интересные красивые красивые и интересные и сложные и именно благодаря им постоянно то есть решая какие-то сложные задачи вырабатывались новые сложные инструменты опыт применения которых мы и попытались описать стандарте давай начнем по что там написано то есть по разделам так пойдем так что он там есть самое важное чтобы ты выделил сложно сказать но я здесь наверное соглашусь с коллегами что стандарта семнадцатого года он в принципе достаточно хорош и как правильно заметили то есть мы только дополняли и добавляли его но опять же на опыте тот который был получен там в нашей компании мы очень много работали именно с информацией и наверное вот один из инструментов которые там в стандарте описан стандарт который был включен и в пакет адаптации для сил 3d прошлом году это инструмент для работы со спецификациями динамо также для работы со спецификациями и так далее вот я считаю что это одна из важных частей ну и коллеги сергей кирикиди показал как с помощью этих инструментов набор характеристик можно закрыть требования по sp333 вот это одна из самых болезненных частей которая еще будет нас долго держать я так понимаю от таких безумных атрибутов которые требуются нам большое время избавиться не получится поэтому тот опыт который вы получили и внесли на странице стандарты они вот это наверное одна из самых ценных вещей на текущий момент стандарте поэтому что еще такого выделить хочется тебе еще одним моментом до который мы проработали и немножко изменили это таблица детализации лоды во первых мы тогда нужно сказать что мы не ушли не ушли в сторону лодов которые прописаны в сп и не не ушли в сторону 9650 там тоже по-другому расписаны мы такие классические лоды оставили да мы при этом конечно тоже поглядывали на британские лоды но при этом сохранили именно то направление которое было задано ранее немножко детализировать потому что также сталкивались с тем что когда взаимодействовали с разными заказчиками не все детализацию по разному трактуют поэтому мы стараемся чуть более подробно описать заложить туда и геометрическую составляющую информационную составляющую чтобы это было более осязаемое более понятно для конечного пользы как для заказчика так и для проектировщика которым это нужно будет реализовать и еще у тебя динамо было по-моему да да динамо динамо это относительно новый инструмент но пользуясь случаем донесу мысль для общества пользуясь случаем расскажу что я лидер группы динамо там пока немного человек 300 но к сожалению грамм канал телек телеграм-канал нет не канал телеграм-чат по пользователей динамо именно сил 3d из этих пользователей очень мало людей кто практически инструмент использует при этом инструмент представляет очень большие возможности нельзя сказать что они не ограничены но они громадные и соответственно я пытаюсь это выносить в общество популяризировать там на своем канале рассказываю показываю тяжко ну и поэтому да да на самом деле очень тяжело народ вовлекается я не знаю с чем это связано но отчасти поэтому мы стандарт внесли показали что это может быть использовано и как это может быть использовано то есть для того чтобы в принципе этот инструмент стал ближе конечным пользователям а что именно вы внесли то штамп динамо то можно книгу написать да здесь на самом деле все просто начали с того что мы продолжая тему работы с информацией внесли инструменты которые позволяют формировать спецификации на основе вот этих информационных атрибутов элементов модели то есть там база потому как людям правильно запустить динамо или где взять скрипты да здесь на самом деле идет отсылка к ранее разработанному материалу из пакета адаптации то есть мы его также популяризируем показан что они есть потому что как практика показывает далеко не все пользователи знают просто что то есть и нам нужно это показать посмотрите возьмите используйте завлекаем народ да одно из ключевых изменений которые ни в коем случае нельзя пропускать эта работа с информацией атрибутивной информации прежде всего экспорт этих данных на сторону скажем так куда угодно и работа с динамо динамо сам так как правильно динамо даймон я обычно говорю динамо вот эти вот вещи которые в обязательном порядке вам нужно изучить если вы хорошо знаете второй стандарт но еще не не работали с информацией глубоко еще одна важная вещь которая была в стандарте которую мы не упомянули ранее это методика работы с абсамблей композер наверное многие пользователи сила которые делают коридор они сталкиваются со стандартными элементами конструкции которые не всегда позволяют закрыть рабочие задачи опять так же в контрикете 21 года по моему да 21 года мы поделились теми конструкциями которые опять же были разработаны нами в на одном из сложных в этом инфраструктурном проекте и мы заложили туда именно методику мы обозвали как методика лего когда каждый элемент конструкции в принципе умеет интеллектуально взаимодействовать с другими элементами конструкции и и что важное мы применили методику гибкого кодирования и именно вот такой подход мы внесли его стандарт описали как это должно быть реализовано то есть именно как это должно быть реализовано при создании таких конструкций уже проектировщиком при использовании такого подхода проектировщики имеют возможность во первых поменять код в случае применения именно своего набора кодов там и так далее а впоследствии используя те же самые наборы характеристик либо скрипты динамо и даже без динамо автоматом и динамически подтягивать всю необходимую информацию то есть в принципе это показали и я думаю что более подробно мы это сделаем следующем пакете контрикета расскажем и сделаем примеры для как уже эта работа должна начаться у нас по контракету если не ошибаюсь она уже не просто должна сейчас она уже идет движется и уже есть очень хороший по ней на работу материал то есть двадцать втором будет еще чуть-чуть лучше еще двадцать третий уже тот стройок тоже годах 23 да но очень ждем тогда эти новшества спасибо за информацию перейдем к следующему разделу тоже новый раздел тоже уникальный по своему содержанию раздел это раздел искусственных сооружений на искусственных сооружений в ревете его у нас представляет валентина расскажи пожалуйста себе представься меня зовут валентина бондарева я работаю в компании гипрострой мост сам петербург работаю в бим отделе бим менеджером у тебя какой опыт какой по работе с реветом именно в искусств рамках искусственных сооружений года два наверное как раз когда я устроилась гиперстрой мост вот тогда только создавался бим отдел у нас вот руководителем нас является татьяна аксёнова который уже то которая тоже принимала участие в этом разработке даже если у нас был богатый опыт я давно знаю просто действительно специалист очень высокого уровня вот она позволила вам это по-настоящему вырасти в серьезных специалистов то есть вот сразу же очень многие скажут два года это же мало то по сути но мало только если ты вот как-то сам по себе варишься чё-то там пытаешься а если ты попадаешь в команду к мощному специалисту и это и этой команду заваливают работы это правильно же понимаю я я же знаю как вы работаете то специалисты если у человека есть руки голова то очень быстро вырастает серьезно специалиста вот я так понимаю в рамках тебя видим вот этого специалиста у меня вообще есть опыт работы в технологии бим в пгс то есть я вообще конструктор и будучи конструктором я на двух своих предыдущих работах как раз пыталась внедрить эту технологию помочь с настройкой шаблонов с написанием регламентов для проектировщиков ну и собственно сама участвовала в моделировании конечно ну то есть у тебя уже такой богатый опыт правильно формулировать правильно формулировать технологию на бумагу в виде регламента ну в общем да хотя для компании всегда я стараюсь максимально их упростить ну потому что чем чем сложнее тем сложнее выполним он проектировщиками ну давайте это коснемся непосредственно вот этой самой части то есть раньше там была был один листочек сейчас это уже был по-настоящему серьезный раздел что в этом разделе так вот по основным если пробежаться в рекламенте мы обозначили основные положения которые помогают работать проектировщиком с учетом того что модели общая модель у нас инфраструктуры собирается из разных программ и для каждой программы нужны какие-то определенные требования вот с учетом этого мы писали регламент и кроме того там есть пример выполнения iso мостового сооружения вот то как это делается у нас в компании то есть непосредственно пошаговая инструкция да то есть такой пример а что там именно там пролетное строение или там полностью мостовое сооружение и пролетное строение мостовое полотно все вот то есть это сделано так чтобы человек взял ему нужно знать ревит до этого ему нужно знать ревит более того мы используем также скрипты динамо в принципе можно обойтись без них но это будет очень трудоемкая работа особенно в части прилетного строения моста например об этом сказано в регламенте да то есть человек уже поймет как он примерно делается и какие сложности есть я правильно понимаю да там даже если я правильно помню описано алгоритм как это можно сделать если не используются скрипты отлично но мне кажется для для ревитиста который занимается искусственным сооружением все таки динамо жизненно необходим я считаю что да я тоже лично своей практике не встречал кто бы серьезно делал искусственные сооружения без скриптов динамо не просто там подымался что-то пытать пытался больше получить а по информация по объемам спецификации вот с этим сложнее потому что у нас не очень большой опыт выпуска документации из ревита то есть есть опыт такой но это занимает очень много времени вот трудоемкая задача да потому что все это нужно настроить плюс у нас даже был тоннель который мы проектировали с с получали рабочую документацию но это занимает очень много времени гораздо больше чем до этого проектировщики время тратит часто на это не идут на руководители вот поэтому наше дело часто перемоделирует то что было в 2d потому что есть определенные требования заказчика и он хочет видеть 3d модель объекта но здесь соответственно мы не используем никакие не спецификации виды не листы ничего только вообще прямое проектирование время это искусственные сооружения это сложная сдача и она не решена на сто процентов то есть вот если вы смотрите впервые этот раздел это удивляетесь о чем вообще раз говорим говорим а говорим о том что искусственные сооружения нужны на российском рынке качественного решения для искусственных сооружений нет да я прав александр может быть как-то все приходится дополнять в лучшем случае да да то есть нормального решения нету и кстати вот я разговаривал с представителями ренга неоднократно им об этом говорил но как-то у них пока еще не дошли руки а вот зря это рынок просто просит так вот мы время не имеем стопроцентной работоспособности по искусственным сооружениям но это значит стоит и более того в моей практике было того что у нас есть автомобильная дорога и железная дорога и на одного севериста приходится два реветиста потому что элементы окружения искусственные сооружения их очень много на линии их сооружениях поэтому когда северисты быстренько все сделали красиво не все получилось они уже знают как это правильно делать тут в ревете все гораздо сложнее поэтому вот у нас такая сложная ситуация тем менее человеку который прочитает этот стандарт будет понятно куда ему идти правильно ну в хорошем смысле слова да во первых каждой компании очень индивидуальная индивидуальный процесс работы вот и объекты тоже очень да вот я хотел тебя спросить вот все мостовые сооружения снова не типовые то есть типовые балки типа выгустой и тому подобное но не знаю несмотря на высокую степень типизации все равно каждый проект получается индивидуальным по сути ну это кажется что типовые потому что если мы делаем это в 2d мы можем это упрощать мы можем делать какие-то узлы какие-то упрощенные развертки в ревете получается это должен моделировать все очень точно максимально точно соответственно как-то это упростить на листе если это оформляется из ревета документация с этим сложности то есть нужно еще дополнительно придумать как это сделать проще и понятней формате чертежа хорошо понятно то есть вот такая вот непростая задача вот насколько это возможно стандарте прописано на ресурсе вот инфра бим про у нас есть отдельный курс по искусственным сооружениям там уже более детально разобрана со всеми сложностями об этом все у нас рассказано но в принципе если нет возможности пожалуйста стандарте первые шаги описаны что то еще добавить да я хотел бы еще сказать что в стандарте мы учли много пунктов которые предусматривают правильную выгрузку этих моделей в навис works потому что если просто делать как угодно модель в ревете искусственное сооружение и потом выгружать в навис может получиться каша и очень много вопросов и к атрибутам и к названиям конструкции много особенностей передачи в навис works групп семейств типов семейств то есть вот это все мы учитываем и очень много пунктов рекламенте мы взяли из нашего внутреннего рекламента который мы используем в отделе то есть поделились с обществом правильно хорошо спасибо большое так ну давайте мы переходим теперь к следующему разделу этот раздел казался всегда довольно простым господи у нас экспертиза уже это гораздо больше чем просто отправить pdf ки нужно уметь проходить экспертизу с информационной моделью и буквально сегодня например у меня были были совещания на основе замечаний глав госэкспертизы к одной из наших моделей которые у нас приходит и это было плохо это очень тяжело и сейчас мы об этом поговорим по экспертизе мы будем общаться с автором этого раздела сергей приветствую добрый день коллеги доставься расскажи о себе зовут меня сергей киреякиди я в настоящее время являюсь руководителем направления обе технологиям а у нас проект 3 и автором данного раздела этого стандарта но я так понимаю описанный опыт это опыт пройденных сложных и неоднозначных наверно это хорошо что сложилось такое впечатление на самом деле это не так да да потому что значит как ни странно в опыте нашей компании не было технического задания содержащегося значит требования пройти экспертизу формате информационной модели но мы знаем что изменения в законодательстве нас очень сильно к этому сподвигли и мы значит очень активно начали изучать этот вопрос подготавливаясь это к этому так как у нас практически сто процентов это государственный заказ с выходом всех замечательных постановлений мы обязаны применять технологии информационного моделирования а следовательно и проходить экспертизу формате информационной модели и поэтому как нельзя кстати наши интересы в части изучения это нормативки и перекладки этого сжатого так сказать опыта в стандарт совпали вот как то так я бы наверное еще позволил себе отметить просто я когда увидел как сергей с какой дотошностью разбирает стандарты и какой у него получился mind map на соответствие стандартов я бы наверное рекомендовал просто что все кто вот стандарты делают вообще вот такие взаимосвязи создавали потому что это очень наглядно вообще демонстрирует что откуда проистекает а да значит за последнее время много вышло нормативных актов их взаимосвязь как бы прослеживается с трудом и как раз для выявления этих взаимосвязей ну пришлось начинать с того чтобы построить mind map взаимосвязи этих документов и уже на основании полученной карты выводились вот эти вот выверенные шаги как подступиться к вопросу создания модели по требованиям экспертизы собственно это процесс вот мы как раз пошагово и старались описать в рамках стандарта именно скорее как такой ну гайд пошаговый в какой какой документ нас обязывает это делать куда мы значит смотрим на следующем шаге откуда что берем и вот у нас грубо говоря раздел посвященные взаимодействия с экспертизы разделен на две части по взаимодействию с органами экспертизы какой порядок куда что мы подаем как оформляем каких форматах и так далее и уже второй блок это практическая часть где мы применяем программное обеспечение автодеск для того чтобы эти требования соблюсти то есть такой ликбез по нормативке до минимальный как вот он и в первой части присутствует и во второй уже тоже значит там смотри пункт сп такой-то потому что вот вот это вот это и так далее я думаю что для того чтобы все сейчас массово подступились к этому вопросу это вот на данном этапе более чем достаточно потому что вот как раз выстроив эти связи между документами мы преследовали вот эту цель максимально как бы провести пользователей сквозь вот эти дебри но это это хорошо да очень хорошо было единственный вопрос такой наверное ладно это выйдет сейчас люди посмотрят а через полгода год может все сильно поменяться это людям нужно учитывать так понимаю да это непременно нужно учитывать но когда мы готовили нам ничего не оставалось кроме как вот применить то что у нас было на данный момент наверное стоит отдельно сказать что значит вот этот блок стандарта посвященный взаимодействия с экспертизой он основан на требованиях глав госэкспертизы на момент разработки этого блока требований мозгосэкспертизы к инфраструктурным линейным объектам еще не были официально опубликованы и мы как бы решили не руководствоваться ими потому что они находились в стадии рецензирования и могли произойти какие-то изменения нам бы не хотелось как бы давать какие-то ложные в общем направления в этом но в любом случае мне кажется не страшно если стандарты поменяются или дополниться потому что в общем-то изложен главный общий подход а как вообще подойти к соблюдению требований как да они не обеспечить вам просто нужно будет проверить не поменялись документы ли или что-то появилось новое да все так ну наверное стоит еще отметить что помимо экспертизы но это как один из обязательных элементов это применение классикатора строительной информации тоже затронута в этом разделе как помним если мы выполняем проектирование с применением информ технологии информационного моделирования то согласно действующей нормативке мы обязаны и косы и применять поэтому этот раздел тоже включен в этот блок стандарта но момент написания методика еще не вышло по моему да она была наверное скажем так проект методики был но я думаю что концептуально методика методика кодирования я думаю что концептуально она не поменяется и поэтому руководствоваться тем что у нас написано думаю все таки можно отлично отдельное спасибо за столь сложный раздел спасибо да вот очень надеюсь людям он поможет и экспертиза будет проще и людям тоже будет проще надеюсь вот михаил употреблял такой термин как безлюдные технологии я бы вот наверное хотел сказать что почти все о чем мы здесь говорим должно куда-то отойти в раздел вот этих безлюдных технологий потому что это очень сложно для проектировщика либо это должно быть автоматизировано настолько что это должен вот тот же самый кс и применение его кодирование значит все это должно проходить за рамками взгляда к проектировщика автоматизировано то есть он не должен максимум проверяя ну либо как проверяет либо проверки наверное уже тоже должны быть автоматизированы потому что вот эти машиночитаемые коды требует специального вообще программного обеспечения и для кодирования и для чтения и это конечно выходит за рамки компетенции людей которые просто проектируют и принимают технические решения их учили принимать технические решения они применять скрипты коды и разбираться и разбираться в них да здесь наверное как раз вступает в роль может быть еще функции бим мастера который должен собственно говоря разрабатывать библиотеки да потому что фактически сейчас как бы проектировщик ну создает это почти все с нуля у него нет вот такой вот наработки которую он берет и как бы использует если такая библиотека появляется да он там зашел в среду общих данных посмотрел актуальную версию взял и у него уже там приехали нужные коды нужные классификаторы как бы идеальная картинка пока мы от нее наверное далеки потому что в общем по этому пути только начинаем эти ну это повышает роль значимость точнее отделов технологии информационного моделирования да и квалификации проектировщика то есть проектировщику уже нужно понимать что недостаточно просто знать автокад нужно уже иметь и уметь применять специализированные сапры для бима полноценно это вот тогда это проектировщик будет по-настоящему ценен одних знаний уже мало я бы сказал что на самом деле требования не только проектировщику но и гиппу на самом да да повышаются потому что если проектировщик то уже там готов создавать информационную модель дальше как раз начинается творчество гиппа которому эта информационная модель поступает и вот как-то на нее реагирует что он может требовать от проектировщиков какую информацию туда вкладывать как эта информация взаимосвязана со сметами с ведомостями объемов работ вот тут уже начинается заметный процесс творчества да да абсолютно верно абсолютно ну что спасибо спасибо мы сейчас услышали основных авторов стандарта к сожалению не всех у нас еще два автора остались скажем так за кадром это у нас михаил еще остался ну татьяну аксёнова вот ты уже упоминал да она к сожалению не смогла сегодня к нам приехать но тем не менее вот и опыт и опыт валентина несла именно в разделы искусственных сооружений да просто бесценен вот и да вот наш эксперт по информационному моделированию в области инфраструктуры эдуард карджаян тоже вложил свой огромный опыт практической работы внедренческой работы в этот стандарт он разрабатывал разделы требований к геологической модели геодезической модели и так далее он достаточно скрупулезно ко всему этому относится я думаю что наверное то что он писал мы обнаружим еще не в одном техническом задании которые встретим позднее это хорошо что будут качественно написаны тз то есть меня очень часто просят а дайте пример тз и вот когда есть стандарт куда можно отправить это очень хорошо да к сожалению не услышали мы этих авторов но люди знают теперь о них алла что-нибудь заключение ну да заключение я хотела бы поблагодарить всех участников этого проекта можно так назвать нашу работу над обновленной версией действительно проектом проектной работой миша спасибо тебе что ты делал себя роль руководить всем этим экспертным составом с вечным нехваткой времени связь с вещаниями которые накладываются на завещание мнениями да 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 со всеми этими вытекающими из работы со звездами вот а ну если серьезно то я сказать что всего этого не получилось бы без пользователей без пользователей автодеск без компаний которые внедряют у себя технологии строят рабочие процессы испытывают их проверяют находят недостатки находят обходные пути которые потом находят решение в уже в каких-то там следующих последующих релизах вот поэтому огромная благодарность тут я уже от выступаю прежде как от своего лица сейчас уже наверное могу от лица компании автодеск поблагодарить всех тех кто принял участие в этой работе и не будучи даже автором тем не менее сделал свой вклад и компании делились своим опытом и отдельная благодарность людям специалистам которые взяли на себя труд и выступили в роли рецензентов вот серьезная работа я могу с этим согласиться потому что действительно ну объемный документ который нужно не просто прочитать для собственного расширения кругозоры и зданий а именно критически к нему отнестись потом потратить время то чтобы изложить на бумаге то что ты об этом думаешь но это большая работа действительно поэтому я благодарю всех кто к этой работе причастен большое вам спасибо ну спасибо вам что посмотрели надеюсь этот стандарт будет вам полезен всего хорошего до свидания спасибо